Либо это произойдет, либо мы откроем ворота. Либо вы обеспечите поддержку, либо, извините нас, но мы больше не можем это терпеть. Мы что, должны нести это бремя в одиночестве? О чем это Эрдоган? Те, кто жалуются на засилие беженцев в Европе, очень часто забывают о том, что страна, где действительно больше всего беженцев, вовсе не европейская. В случае с беженцами из Ближнего Востока, это Турция. Именно потому, что турки немного устали от этого времени. И последовало переселение народу в 2015 году, когда беженцы, неудерживаемые внезапно в турецких лагерях, временных поселениях, принялись переправляться по морю в Европу, осев в итоге, в том числе и в Германии. Что же происходит теперь? В данный момент в Турции 3 миллиона 600 тысяч сирийских беженцев. Кроме того, Анкара контролирует часть севера Сирии и утверждает, что в результате туда уже смогли вернуться 350 тысяч человек. Эрдоган планирует переселить туда еще миллион сирийцев, но на строительство инфраструктуры и жилья для них нужны средства. Если этому плану не будет адекватной международной поддержки, турецкий президент грозит снова открыть путь для мигрантов в Европу. По соглашению, подписанному в марте 2016 года, Турция уже сейчас получает миллиарды евро помощи в обмен на согласие остановить поток беженцев. И буквально последний месяц ситуация уже как-то стала меняться. Неделю назад, отмечая трейд, к берегам Греции пристали сразу несколько десятков лодок с общей сложностью шестью сотнями мигрантов на борту. И это первый такой единоразовый внушительный наплыв за последние три года.